В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В эти дни в России вспоминают воинов-интернационалистов. Более 25 тысяч человек. Это огромная цифра. Мы всегда говорим и вспоминаем о них со слезами на глазах. В Калиновской средней школе прошел урок мужества. 80 лет назад житель деревни Горки, это деревня, которая совсем рядышком, совершил подвиг. Открытое первенство по Кио Кушенкай состоялось во дворце спорта Видное. Я занимаюсь 2019-го. Нравится этот вид спорта. Хочу сильным стать, врубать всех. В эти дни в России вспоминают воинов-интернационалистов. В разные годы они исполняли свой служебный долг за пределами Отечества. Представители администрации, ветераны и общественники возложили цветы к вечному огню на Аллее Славы города Видное. Подробнее в репортаже Юлий Пагасьян. Патриотизм, любовь к родине. Сейчас эти слова приобретают еще большее значение. В Ленинском городском округе к памятным датам подходят ответственно. Для возложения цветов к вечному огню на Аллее Славы всегда собираются десятки людей. Среди них немало молодежи. Мы помним о событиях определенных, о людях, которые за нас отдали свою жизнь. Мы чтим эту память и кланяемся низко им. Мы благодарность свою несем. И поэтому с чувством гордости всегда прихожу на эти мероприятия. Сегодня, накануне Дня памяти воинов-интернационалистов, здесь вспоминали солдат, которые исполняли свой служебный долг за пределами Отечества. Среди гостей мероприятия ветеран Афганской войны полковник запаса Валерий Бодряшов защищал целостность нашего государства. Я только раз видал рукопашные. Раз наяву и тысячи во сне, кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает об войне. Люди, прошедшие эту корнилу, как верю к Отечественной войне. Ведь нет человека, у которого не присутствует чувство страха. Кто-то перебарывает это, кто-то нет. И вот прошедший Абганистан, я большой контакт и работой занимаюсь ветеранами этой движения. Это патриоты своей родины. Это люди надежные, на которых можно положиться. В Ленинском городском округе они ведут активную работу с молодежью. Занимаются военно-патриотическим воспитанием. В школах проводят уроки мужества, чтобы подрастающее поколение не забывало историю, без которой, как известно, нет будущего. Горячих точек у нас очень много. На слуху, конечно, это Афганистан. Но кроме этого, это и Сирия, это и Судан, Багладеш, Корея, Вьетнам и много-много других. Много наших воинов сложило головы в этих горячих сражениях. Более 25 тысяч человек. Это огромная цифра. Мы всегда говорим и вспоминаем о них со слезами на глазах. Сейчас такими героями являются бойцы специальной военной операции. Сегодня в их адрес звучало много слов поддержки и благодарности. Сегодня наши военнослужащие и добровольцы, участвуя в специальной военной операции и выполняя боевые задачи, проявляют мужество, героизм и самоотверженность. Волонтеры, предприниматели, жители округа активно помогают нашим бойцам и семьям мобилизованных. Вместе мы готовы справиться с любыми трудностями. В День защитника Отечества на телеканале «Видное ТВ» пройдет благотворительный марафон в поддержку бойцов специальной военной операции. К помощи солдатам может присоединиться каждый. Мы вместе ради нашего будущего. Юлия Погасьян, Данил Свидерский, Екатерина Давлятова. «Видное ТВ». В Калиновской средней школе прошел урок мужества. Он был организован администрацией территориального отдела Горки-Ленинские. Тема урока стал «Подвиг жителя деревни Горки, героя Советского Союза Павла Полковникова». Слушала интересную историю наша съемочная группа. 80 лет назад житель деревни Горки, это деревня, которая совсем рядышком, совершил подвиг и получил звание Героя Советского Союза посмертно. В непривычном для себя амплуа учителя истории на этом уроке мужества, прошедшем в Калиновской школе, выступила Светлана Литвинова, возглавляющая территориальный отдел Горки-Ленинские. Тема урока «Жизнь и подвиг уроженца деревни Горки Павла Михайловича Полковникова», а помог ей в этом заместитель Сергей Губанцев, который является родственником героя. «На второй день после начала войны он ушел на фронт, был направлен на курсы младших лейтенантов. В июле 1942 года он был направлен в 178-ю танковую дивизию». Павел Полковников родился в деревне Горки в 1912 году, а шагнул в вечность недалеко от города Солидар Донецкой области, где ему с группой из 39 красноармейцев поручили прикрывать перегруппировку частей 178-й танковой бригады. Звание Героя Советского Союза Павлу Михайловичу посмертно было присвоено 17 апреля 1943 года. «Мы, конечно, очень эмоционально передаем вот это нашим детям. Это мы придумали в тиротделе Сергея Борисовича, он является потомком героя. И поэтому мы сочли своим долгом сейчас, в 80-летию подвига Полковникова, рассказать об этом детям во всех школах, которые на нашей территории находятся». Организаторы «Урока мужества» постарались максимально разнообразить подачу материала и делать небольшие перерывы, во время которых исполнялись песни патриотической тематики. Особая ценность мероприятия заключалась в том, что ребятам показали уникальные документы, письма и фотографии, которые бережно хранят в семье героя. А Сергей Губанцев не раз бывал на месте боев и поделился своими впечатлениями. «Самый первый, кто туда съездил в Солидар, это был как раз мой крестный и жена Павла Михайловича. Они были в Солидаре, их пригласили на открытие обелиска. А потом уже, да, это пришло ко мне, я стал ездить туда. Да, было бы доброй традицией. 9 мая именно встречать 9 мая там». Учебное заведение в Калиновке в настоящий момент является филиалом Виновской школы номер 11. Стоит отметить, что руководство учреждения постоянно работает над тем, чтобы школьники принимали активное участие в различных патриотических мероприятиях. Сегодня состоялась акция «Письмо солдату». И также мы в гуманитарную помощь акцию проводим сбора помощи военнослужащим, для того, чтобы их поддержать морально и духовно. Это очень важно. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. 15 февраля во всем мире свой профессиональный праздник отметят незаменимые помощники хирургов – операционные медсестры. Наш корреспондент Екатерина Борисова выясняла, каково это – каждый день спасать жизни и здоровье людей. Она контролирует буквально все, что касается операционной. Следит за оснащением, расходными материалами, работой медсестер и оборудованием, и, конечно, самими пациентами. Старшая операционная медсестра Видновского перинатального центра Светлана Чурсина признается – профессия не из легких, но от этого не менее любимая и важная. Здесь нужна и физическая выносливость, и терпение, эмоциональная устойчивость, терпеливость, уметь сопереживать и в то же время держать себя в руках. Здесь не требуется ни суеты, а четкость работы. Как шахматист должна предугадывать на два-три хода вперед, что может понадобиться. Стать операционной медсестрой Светлана Чурсина решила еще в детстве. И вот уже более 40 лет она бок о бок с хирургами помогает спасать жизни и восстанавливать здоровье жительницам Ленинского городского округа. Операционные сестры – это самые первые помощники врача-кушерогинекологов, врача-хирургов. Профессия операционной сестры выбирают те люди, которые честны, преданы своей профессии, преданы клятве Гиппократа. Мы понимаем, что мы должны помочь человеку. И когда в итоге нашей деятельности человек выздоравливает, у него все хорошо, это радость. Сейчас Светлана Чурсина не только правая рука хирургов, но и старшие товарищи наставлены для своих коллег. В ее подчинении трудится 16 операционных сестер. Сначала была в шоке, если честно, от тяжести работы и от всей нагрузки, но мне очень нравится. Руководитель у нас очень порядочный, добросовестный, ответственный, относится ко всем с уважением, подсказывает в нужные моменты, когда что сделать. В операционном деле не бывает простых людей. Тех, кто приходит в операционную, раз и навсегда остается здесь, либо уходит из профессии. 15 февраля операционные медсестры отметят свой профессиональный праздник. Многие из них встретят его на своем боевом посту, спасая жизни. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Киокушинкай – одно из направлений каратэ. Уже более 10 лет в Видном проходит открытое первенство Ленинского городского округа по этому виду спорта. На очередном традиционном турнире побывал Дмитрий Книга. Во дворце спорта «Видное» состоялись соревнования в рамках открытого первенства Ленинского городского округа по Киокушинкай. Ежегодно сюда съезжаются спортсмены из Москвы, Московской и других областей. На этот раз в состязаниях приняли участие около 270 мальчиков и девочек с 6 до 13 лет из 20 регионов России. Правила в Киокушинкай очень жесткие на самом деле. То есть вообще у взрослых спортсменов считается только нокдаун и нокаут критерием для победы. Но помимо этого есть и другие оценки в виде активности, ущерба наносимого партнерам и технической оснащенности. По этим критериям тоже может быть победа отдана. Ленинский городской округ был представлен воспитанниками школы Олимпийского резерва «Олимп» и клуба «Цунами» из городского центра спорта. Оба сына-руководителя этой организации Людмилы Козловой принимали участие в соревнованиях. Все родители очень переживают, потому что у них дети самые лучшие всегда. Поэтому все хотят победу, дети тоже очень переживают, много слез, расстройств. Но у них все впереди, это только начало, тем более сегодня только начинающие выступают спортсмены, которые только начали свой путь долгий. Я думаю, он будет долгий и очень плодотворный. Сын Людмилы Андрей дошел до полуфинала, выиграв два боя. Другие спортсмены из Видного тоже показали хорошие результаты. Десятилетнего Арсена Чарыева привел в спорт его отец. Мальчику сразу понравился этот вид карате. Я занимаюсь с 2019-го. Нравится этот вид спорта. Хочу сильным стать, врубать всех. Киукушинкай воспитывает силу и дух спортсменов. Благодаря упорному труду и самодисциплине бойцы постигают философию этого восточного направления единоборств. Несмотря на то, что этот вид карате окажется наиболее жестким и травмоопасным, именно его выбирают в том числе и девочки. У меня уже есть медали. Да, мы ездим. Некоторые взрослые уже ездят в разные страны получать медали. Но у меня хоть девятый кью, но у меня пока две медали всего-то. Все победители в своих возрастных группах по итогам соревнований получили заслуженные награды. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Один из крупнейших спортивных праздников муниципалитета – Горкинская лыжня. Прошла уже в 16-й раз. За звание самых быстрых состязались больше 200 спортсменов. В этом году им пришлось потягаться не только друг с другом, но и с ветром и снегом. Довольны своим результатом? Ну, не очень. А что помешало победить, как думаешь? Ну, наверное, погода и, наверное, было больше лыжников из лыжных школ. Пронизывающий ветер и сильный снегопад немного спутали планы юной москвички Елены Сиротиной победить на Горкинской лыжне. Но такая зимняя погода подарила спортивному празднику еще больше азарта и элементов неожиданности. В остальном все по традиции. Соревнования проводятся уже 16-й раз. Дистанция очень различная. Там до 5 километров. Возраста, соответственно, с 2015 года моложе и до без ограничений. По сути, самый старший участник, вот мы еще ждем самого старшего участника, будет больше 80 лет. Большое количество возрастных категорий, демократичность соревнований – вот что из года в год привлекает сюда лыжников. Трасса ровная, без перепадов, устроена так, что на ней комфортно ехать даже малышам. Депутантки, самые юные участницы, Настеньки Евсеевой, всего 3,5 года. Преодолей дистанцию девочке помогала ее мама, которая в прошлом была чемпионкой муниципалитета по лыжным гонкам. В этом году первое соревнование. Как вы ей передаете свой опыт? Стараемся просто каждый день гулять на лыжах. Меня вот Науменко Михаил Николаевич воспитывал, тренировал. Конечно, нам очень повезло. Вот мы в школе в горках, у нас были тут все условия, возможности кататься, тренироваться. Владимир, Ирина, Вероника и Арина – Аверины из горок Ленинских. Яркий пример прекрасной спортивной семьи. Для них лыжи – главный зимний аксессуар. И в соревнованиях они принимают участие каждый год. Ребята собрались, сильные участники. Нам очень понравилось, Веронике тоже очень понравилось. Как ты проехала сегодня? Очень хорошо, мне очень нравится. Я очень хочу кататься на лыжах. За спортивные трофеи боролись более 200 спортсменов. Конкуренция высокая. Гости приехали не только из округа, но и из разных городов Подмосковья, а также столицы. Мирослава Закурдаева впервые на Горкинской лыжне. Пока не очень удачно, но с такой поддержкой в следующем году можно и золото взять. Плачина дошла с одной перчаткой, потеряла, руку обморозила, но дошла до старта. Молодец, вставай. Ты спортсмен? Гордитесь с дочкой? Конечно, конечно, горжусь. Каждое соревнование, каждый раз переживание и гордость за ребенка. Лыжный праздник продолжался несколько часов и завершился вручением кубков и медалей самым быстрым. Наталья Буслаева, Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok